Не, ну всё-таки потёк, потёк, контент новый, наконец-таки! Первые вести о новом боевом пути под названием «Изгнание». Я вам хочу сказать, что этот боевой путь будет просто охерен всем. Абсолютно всем. Я не преувеличиваю. В общем, давайте смотреть, что он из себя будет представлять и когда его ждать в первую очередь. Ждать его стоит в ноябре, как разработчики говорят. Вот, запланировали его в ноябре, но, естественно, если там что-то пойдёт не так, его могут сдвинуть. Так что, ну, я так думаю, нужно рассчитывать на вторую половину ноября, начало декабря. Примерно в это время этот боевой путь будет. И он будет на этот раз длиться 4 месяца. Опять же, это предполагаемый срок. Может быть, будут продления, но на данный момент срок сразу стандартный будет 4 месяца. В нём будет довольно много изменений. И давайте начнём с дневника. В этом дневнике тоже будут различные какие-то улучшения. Даже время его загрузки и стабильность повысится. Я такой, типа, чего? У дневника были проблемы со стабильностью и временем загрузки. Что? Ну, в общем, нужно ожидать какие-то там... Это будет вторая часть, продолжение истории Самуэля Торпа и его похождения. Кстати говоря, напишите в комментариях. Мне интересно, кто-нибудь реально прочитал все эти дневники? То есть, в курсе, что там вообще в этих дневниках происходит и всей этой истории? Потому что я лично не осилил. Хотя ещё боевой путь не закончился. Возможно, я всё-таки концовочку хотя бы почитаю, чтобы понимать, что там в конце-то хотя бы было. Хотя, наверное, не прочитав середину, конец сразу будет так себе понятен. Но, в общем, в любом случае, напишите в комментариях, интересен ли этот дневник кому-то вообще. Потому что мне лично показалось, что он слишком громоздкий. Я иногда какие-то главы открывал и такой пролистал, увидел, сколько там будет текста и такой... Нет, спасибо, что-то я не готов. Но, возможно, это только моё видение. В общем, вторая часть. Нужно ждать вторую часть этого дневника и истории. И плюсом, наконец-таки, будут, как они написали, три потрясающих музыкальных трека, лежащих в основании повествования. То есть, я так понимаю, речь идёт о фоне. Музыки именно на фоне, которая в этом боевом пути максимально унылая. В следующем она будет ещё и не одна. Это офигительно, определённо. Едем дальше. Ну, естественно, самое главное, что там по премчикам, какие нас ждут премиумные танки. На этот раз их будет меньше, но не стоит переживать. В общем, нас ждёт премиумная ББМка девятого уровня боксер CR-V. За достижение двадцатого уровня. Всего, кстати, этих уровней будет пятьдесят. Прогрессионка дополнительная, всё, отъехала. Будет всего пятьдесят уровней. CR-V вы получите на двадцатом. На тридцать первом уровне вы получите ББМку десятого уровня Puma. И на пятидесятом уровне ББМка десятого уровня боксер Ри-ВП. И да, тут будут только ББМки, но погодите, погодите. Что касается частей. Теперь у нас не будет какой-то машины в новом боевом пути. Не будет машины, которую мы будем собирать по частям. Однако, все предыдущие части, которые сейчас выпадают в боевом пути изгнания, они останутся и в следующем боевом пути. Так что, если вы вдруг, например, объекта 787-годюку не собрали, вы можете это сделать и даже в следующем боевом пути. И кто-то из вас может сказать, типа, ну и чё, офигительно в этом боевом пути. Премов стало меньше, ещё и одни ББМки. Но прикол в том, что в этом, в следующем, точнее, боевом пути появятся новые кейсы затмения. Что за кейсы? В этих кейсах они похожи на те кейсы, которые у нас были в дополнительной прогрессии. То есть, в этих кейсах вы можете поймать две вещи. Первая, это премиумная машина, которой у вас нету от 3 по 10 уровень. То есть, просто, не как у нас в этом боевом пути, там на 51 уровне, только такие-то премчики, и чем выше поднимаешься, тем выше премы выпадают. Просто, тупо, в этом кейсе будет прем от 3 по 10 уровень. Либо второй вариант, если прям у вас, он редко выпадает, или прям если у вас вообще все есть премы в этой игре, там будет приз последней надежды. Что он из себя представляет? В этом призе последней надежды вы сможете поймать один из следующих предметов. Либо опять ускоритель боевых монет, либо 500 золота, либо 6000 монет боевого пути, либо 10 платиновых контейнеров. В принципе, все так простенько довольно, ничего сверх крутого. Но, прикол в чем. Где эти кейсы, вы спросите? А что за кейсы? Так, интересно, кейсы, классно. С премами, халявными. А где их взять? Эти кейсы просто будут раскиданы по уровням боевого пути, с первого по 50-й. И таких кейсов будет 7 штук. То есть, проходя этот боевой путь, стандартный, 50 уровней, никакой сверх прогрессии, помимо этих трех машин премиумных, 9-го и 10-го уровня, которые я назвал, основных, вам будут эти кейсы падать, с которых рандомно будут еще падать премы. 7 премов. То есть, ну, есть вариант, что вам этот приз последней надежды выпадет, но я так понимаю, это исключительно редкий вариант, либо если у вас вообще все есть. Поэтому, скорее всего, вам дополнительно упадет 7 премов. Опять же, кто-то из вас скажет, так, в чем подвох? 100% Видимо, каждый этот уровень будет стоить там тысяч по 10 монет. Вы не поверите, но нет. Этот боевой путь, стоимость уровня в этом боевом пути будет снижена. Теперь каждый уровень будет стоить не 6 тысяч монет, а 5 тысяч монет. На этом все интересное не заканчивается. Далее переходим к магазинчику. А, ну и, кстати говоря, в миссиях цепочки боевого пути, ну, короче, в обычных миссиях, вместо частей на гадюку, которые у нас в этом боевом пути, можно будет получить дополнительные ускорители боевых монет, что определенно будет не лишним. Магазинчик, этот гадский магазинчик, подсадит нас абсолютно всех, я чувствую, и подсадит еще плотнее, чем до этого, хотя, казалось бы, куда еще больше. Что там интересного добавят? Во второй ячейке вы сможете найти и части схем на ZTL-11. Во второй ячейке довольно редко, но может выпасть части схемы на Abrams X или KF-51 Panzer. Как вам такое? Прямчики, которые исключительно продавались в кейсах за реальные только деньги, части схем теперь можно будет там найти. Редко, но можно. То есть в теории. Вы сможете собрать Abrams X и Pantero. Panzer этого, Pantero. В общем, ну, опять же, сами мы должны понимать, что если написали, что они там выпадают редко, значит это будет реально редко. Если вы крутите магазин раз в день, то вы точно не соберете его. Далее. В третью ячейку добавили 7 новых премиумных машин. Буратоса там не будет, но там появится SkyRanger, Namer, Type-99B, Atomatic и Gepard. Вот так они сделали хитро. Самое вкусное и не добавили. В четвертую ячейку добавлено более 50 новых камуфляжей. В пятую ячейку добавлено более 50 новых обликов. Короче, дофигища всего. Ну, то есть, в принципе, как они сделали. Они, на самом деле, те, кто этот боевой путь полностью прошел и получил Буратоса, не сильно расстроятся, что в магазине следующего боевого пути не будет Буратоса. Однако, появится Namer, Type-99B, это тот самый китаец 10 уровня с ковшами, SkyRanger. Короче говоря, теперь будет еще, будет зачем поохотиться. Опять же, посмотрим, будут ли какие-то изменения в плане цен, сколько эти новые камуфляжи и новые облики будут стоить, потому что, как мы видели, некоторые стоят, конечно, прям совсем неадекватных цен, но, тем не менее, ассортимент пополнится. В общем, уровни, сами просто уровни боевого, по пути становится реально все вкуснее и вкуснее. То есть, там будут все те же самые штуки, которые и в этом боевом пути. То есть, ты каждый уровень открываешь, тебе там какие-то плюхи падают, какие-то камуфляжи, ускорители, а теперь еще и будут эти новые кейсы падать, в которые будут премы. Короче говоря, не знаю, пишите в комментариях, но мне кажется, следующий боевой путь просто идеален всем, абсолютно всем. Осталось только дождаться его, но, в общем-то, вроде как, получается ждать уже не так уж и много. Ставим лайкосы, подписываемся, если еще этого не сделали. Всем пока!